Несмотря на то, что с начала учебного года прошло больше двух недель, некоторые студенты уже пожинают плоды своей учебы. Так, в IT-парке Казани прошла 10-я торжественная церемония вручения грантов на обучение для студентов первого курса высшей школы ИТИСКФУ. По словам директора высшей школы Михаила Абрамского, гранты получают только лучшие студенты. И каждый год своего обучения они должны это подтверждать. То есть грантовики – это всегда лучшие контрактные студенты. Каждый год надо грант подтверждать. То есть по итогам учебного года формируется рейтинг, и грант получает лучшие в этом рейтинге. То есть если учиться плохо, то грант можно потерять. Получив грант, студент может отучиться в УЗИ, не платив за обучение. Как и рассказали представители ИТИС, это хорошая возможность для тех, у кого материальное положение не позволяет оплатить учебу. В этом году грант получили 30 студентов высшей школы ИТИСКФУ. Обучение их оплачивается из средств республики. За это в течение стольких лет, сколько они получали грант, они должны отработать в одной из компаний, которая зарегистрирована в территории республики, в качестве, собственно, по специальности, программистам, аналитикам, тестировщикам и так далее. По традиции, грант присуждается тем, кто набрал высокие баллы по трем предметам на ЕГЭ. Однако им для поступления на бюджет не хватило нескольких позиций. Так, например, студентка первого курса Яна получила за информатику, русский язык и математику в общей сложности 260 баллов. По ее словам, грант – прекрасная возможность реализовать свои задумки и продолжить карьеру в ИТИ-сфере. Для меня очень важно это событие, потому что грант дает новые возможности для людей, для обучения в будущем, для развития вообще этой сферы, ИТ-сферы. После учебы я хочу развивать себя в этой сфере, хочу заниматься программированием и остаться здесь, в Казани, в Татарстане. Еще один из обладателей гранта – Марсель. Парень также учится на первом курсе ИТИСа. По секрету он рассказал, что поступить хотел в другое место, однако благодаря своей активности парень не прогадал с местом обучения. И полученный им грант служит хорошей для него мотивацией. Конечно, это мотивирует учиться хорошо, получать хорошие оценки, соответственно, хорошие знания. Поэтому грант – это как отличный мотиватор для всех, я думаю, которые будут учиться в этом году вместе со мной на одном курсе. Я сам по себе такой человек, который не стремился к какому-то определенному месту и не было определенной цели, но так вот вышло. Ну и действительно, я не пожалею. Пока что это только грант на первый год обучения. Впереди еще несколько лет преодоления трудностей и интересной учебы. Однако ни один из студентов, кто был удостоен этой награды, не жалеет, что местом обучения выбрал именно ИТИС. Лев Диденко, Ленар Тавлитьяров, Универ Ньюс.